У нас, как обычно, первые где-то 15-20 минут идет информационное какое-то взаимодействие по тем новостям, которые в мире происходят. Ну, в частности, сегодня всем объявили, кто уже слышал, что Этер продолжает идти своим паровозным ходом, так сказать, полным. В 25-м году обещают якобы его уже собрать. И Россия, то есть Турчатник, поставляет туда 200 тонн катушку магнитную 9 метров. Ну, вообще, в плане всех вот этих событий, когда обрубаются энергопроводы, очень удивительно, если Этер заработает. Наши что, думают, что ее опять не перерубят, что ли, а какими-то плодами будем пользоваться? Ну, вот, не знаю. Интересно, у нас по энергетике будет через семинар Большой Доклад. Да, еще странно, что успевает науку заниматься. Ну, нет, ну, вот Острецов будет делать докладку энергетики, потому что это актуально вообще, где мы находимся и о чем все это, все вокруг. Потому что вопросы энергии, они самые глобальные. Вы посмотрите, что сейчас происходит. И если как-то тут ошибиться, ошибиться в энергетической политике, то, конечно, и будущее страны можно так легко потерять. Ну, по крайней мере, Этер до сих пор не закрывается. Деньги на Этер уходят большие. Обещали же в 18-м году, я в 10-м году, когда Брюсселе был, там все из этого Этера не вылезал. Все там деньги собирали всем миром на этот Этер. Искру первую уже обещали в 18-м году дать, то есть то, что он будет построен. Ну, видите, его все время вот так вот переносят на три года вперед. И это, в общем, напоминает то, как вот чукчу делают на севере. Они у собаки в упряжке кусок мяса привязывают перед вожаком. И вся собака, а вся упряжка бежит, пытается этот кусок мяса догнать. Ну, вот. И с Этером что-то такое же происходит. Дай бог, что в 50-м году там что-то запустилось. Но если запустится, ну, опять, вот такой способ получения энергии, когда мир, там, братство, дружба, жвачка, и вот он один, и все человечество счастливого, что-то вот социальные модели развития общества показывают, что так не бывает. Видимо, все-таки оптимально, чтобы у каждого в доме был свой источник энергии портативной, и каждый был независимым. Ну, тогда и страна не потерпляема. Не знаю. Вот давайте послушаем Астрецов. Он 20 лет там воевал на больших должностях и в Минатуме. По-моему, ничего не добился, чтобы сменить парадигму энергетическую. Время покажет, что будет. Я хочу сказать, печальную новость. Наверное, все знают уже. 19 октября скончался академик Рубаков Валерий Анатольевич. Известный грационист, астрофизик. Мой друг. Вместе мы учились. Здесь он студентом был, я был аспирантом. Слышали, наверное, об этом? Да, он в Сарове скончался. У него, по-моему, инсульт произошел. У него тромб оторвался. А, тромб, да-да-да. Тромб. Он был в Сарове, там читал лекцию, и стало плохо. И вот до Нижнего Новгорода его не довезли, к сожалению. Хотели там в больницу положить. Там, по-моему, какую-то школу они объявляли в Сарове. Или Центр. Там филиал Ангелу. О, Центр Матиманский, ну да. Ну, вы знаете, ну вот все под Богом ходим. Все ходим под Богом. Обратите внимание, что у нас возрастной коллектив. Поэтому мы сделали так, что у нас не один ведущий, вот я, а потенциально 20 ведущих по теме. И каждый может в любой момент вот эту эстафету подхватить. Когда мы все как велосипедисты на треке, то один, то другой. У нас единственный незаменимый человек, и я не знаю, это, по-моему, и невозможно справиться. Это наш ученый секретарь Дмитрий Рисник. Вот если, не дай Бог, он по какой-то причине отключит рубильник, у нас все остановится. Потому что семинар держится, по сути, на нем. Вы посмотрите, ведь я же знаю, что значит сделать приглашение докладчика, потом объяснить докладчику, что надо, что не надо. Потом, как оформить вот этот доклад так, чтобы это можно было в товарном виде довести до аудитории. И вот когда Дмитрий Евгеньевич на сегодняшний доклад прислал мне математику, я вначале был в шоке, а потом думал, а чего? Рискнем. И вывесили, вот обратите внимание, на сегодняшний доклад все его математические формулы, так сказать, увековечивали. Но дальше-то надо же их не только на сайте повесить, а надо рассылку сделать, в 300 адресов делаем. Так вот Дмитрий нашел, как это сделать, так, чтобы это было краткой, не назойливо, без этих там претензий. И что, в принципе, формулы вроде нет, но если кликаешь на рассылку, она появляется. Но это высший полотаж. Я, конечно, просто не знал, никогда бы сам бы этого сделать не мог. Поэтому я говорю, вот 50% семинара держится на нем, а остальное все на нас остальных. Ну и я, опять же, призываю тех ведущих тем, у которых, ну, мы приняли, что у них полный карман, что инициатива выставлять доклады, да, самим активизироваться и докладчиков искать интересно, которые бы могли обогатить нашу коллекцию, которую мы на сайте создаем. Многие доклады выстреливают, на сайте остаются, но, может, они опережают. Рано или поздно это все будет читаться. Более того, я хочу сказать, нас уже давно вычислили. Постоянно идут приглашения там перенести семинар на какую-то там англоязычную базу, продвинутую со всеми удобствами. Но я пока этого делать не хочу, потому что я хочу остаться в абсолютно русскоязычном формате. И, как я сказал, концепция такая, чтобы никакой рекламы ничего не вешаем на наши лекции, да и другим не даем. То есть все, кто нас рекламировал и делал на этом, ну, хоть какие-то, они поснимали, вот обратите внимание. Больше никто не рекламирует. Это последовательная позиция того, что вот нельзя из семинара Левича делать такую коммерческую организацию. Все потеряется. Но, с другой стороны, я и не заявляю ни на какие гранты, потому что я боюсь, что если какие-то деньги появятся вот у нас, пусть даже мелкие, мы начнем поддерживать преподавателей и наших докладчиков. Ну, а я боюсь, что это быстро очень превратится в обычный институт, как это делается, с формальными отчетами, никому не нужными. За деньги же надо как-то отчитываться. Оно изменит формат. Изменит формат. Семинары не будем пока шевелять без надобности. Может, когда-то где-то кто-то из ведущих уже после меня займется. Молодежь пройдет. Но пока нет. Давайте посмотрим в это время. У нас задача выжить. И сохранить вот те наработки, которые, по крайней мере, вот они есть. Может, где-то и в пределах Академии наук, и за ее пределами. Все это есть, положим на сайт, потом молодежь придет, разберется, что надо, что не надо. А быстро в один день все равно все не понять. По временам 35 лет занимаемся. 35 лет уже семинара где-то. А даже, может, не 35 лет. Левич говорил, что он в 1984 году первый семинар сделал. По временам. Давайте считать вместе. Вот там 16 и 22. Ну да, 36. Ну, еще есть какие-то новости, комментарии, может быть, пожелания для семинара. Может быть, я не прав, надо действительно подать какой-то коллективный грант и начать встать в очередь. И что-то там кому-то доказывать, чтобы не последнее место занимая. Но мне кажется, как это все глупо выглядит. То есть не должны ученые бегать и уговаривать, что дайте нам какие-то. За учеными должны бегать, понимаете? Тем более за первопроходчиками. Нация, не способная ценить обученный интеллект, обречена. Вот это золотые слова Мигдала, которые он, конечно, говорил предчувствовать все это. Нация, не способная ценить обученный интеллект, обречена. У нас же получается, что делаются открытия, но никому не нужны, по большому счету. И в этом, может быть, где-то логика развесия. И вот я говорю, по дискуссии, я, видимо, круглого стола хочу ее подать. Когда Астрицов Допад делает такой большой раскрытый, у него книги есть, материалы, опыт большой. Ему уже за 80 он физтех закончил. Так, он в 56-м поступил, да, 62-й год. То есть он старше даже Популина. Валерий, вы слышите нас? Он с физхима. Астрицов. Ну, расскажет, расскажет. Потому что, видимо, вот выбираем какой-то энергетический путь, и он как бы самосогласованный, он устойчивый. И перескочить на другую вот петлю, более прогрессивную, это связано с потерей темпов, времени, и никто не хочет. Да и все устроились так как бы хорошо, все устраивает. Ну, и в науке вот так мы выбираем какую-то теорию. Ну, вот. А потом постановлениями от 64-го года запрещаем ее практиковать. Вроде все. Договорились, что она хорошая. Но так же не бывает, конечно, теории нет. Все время будут какие-то обновления. Ну, а те, кто пытается что-то обновить, они получают первыми. Не знаю. Это то, что теория. Но есть же и разработки. У людей конкретные приборы начинают работать. Это можно под протокол продемонстрировать, посмотреть. Даже смотреть не хотят. Понимаете, вот на этот ЭТР у него сейчас объем вложений, ну, вот, больше, чем у Академии Нового года, там, по 6 миллиардов где-то, надо посмотреть, уходит в год на обслуживание этой ЭТРы. При 4-х где-то с небольшим миллиардом у Академии Нового годовой бюджета. Ну, так казалось бы, на этот ЭТР можно было бы уже там 100 всяких реакторов создать у нас перспективных и не ждать 50-го года. А сегодня сделали полноше, было предложение, эти разработчики были известны. Семинар у нас работает по низкоэнергетичному синтезу установки. Надо просто не делать вид, что этого мы не замечаем, что якобы это никому не нужно, потому что это все равно рассосется по другим странам, мгновенно причем. Я же вам говорил, что я вот пригласил там Рощиндул и вот второй савтор, сейчас забыл, из авиационного института, который постарили, Серовский генератор. Вот я его пригласил и Годин. Година сделает у нас доклад, ну, естественно, поскольку нам никому это не надо, он уже в Китае, он говорит, ну, да, я вот сейчас живу в Китае, я ирмскому тоже расскажу, что ли он. Ну, вот так. В Южную Корею уезжали ребята с новыми генераторами. Ну, вот Шип рассказывал. Ну, потому что у нас это как-то не приживается, да и вот грантов нет, никто же не поддержит, может быть, там фортбортника, ну, и то это надо. Интеллект – это беда России. Да, надо бегать и уговаривать, кому это надо. Вот я не очень себе представляю, что, ну, Дебройль не бегал, Шеренингер не бегал, а там… Вечерак не бегал. Да. Ну, Короля был энергичный, вот только за счет характера он это поднял, он уже в лагеря пошел, все. Ну, у кого сквозь такого характера? Тебя, значит, в лагерь, а ты все равно ракеты запускаешь. Не знаю. В общем, непробиваемая ситуация, может быть, сейчас, если так произойдемся, и на чем не в рот смотреть на мировые достижения, а свои достижения, ну, может быть, опять будет постребована своя инициатива. Пока я этого не чувствую абсолютно, пока у нас есть вот Сколково, пока у нас было, ну, извините, вот это «Роснано», слово такое хорошее, что мы не знали этих наноразмеров со сверхуродимостью на нано-куперовских парах. Давно это все было. Вот придумали новое слово, ушло непонятно, сколько миллиардов из бюджета, причем людьми, которые ни одной публикации не имели в этих областях. Ну, и все, и где эти люди, и где эти деньги. А бюджет опять был больше Академии наук, поэтому я в 13-м году-то совершенно не случайно так растерпанили, фактически рейдерский захват. Академия же теперь, вот мы ругаем вроде как между собой Академию наук, а она даже зданиями своими не владеет, все. Это уже совсем другая организация, чем была до 2013 года. Вот совсем другая организация. Ну, и непонятно, чем она сейчас занимается. У нее даже функции проведения научных исследований в уставе нет. Если вы поднимете устав, вот экспертизы там и так далее, а науке тут непонятно, вот именно сегментами, как и может заниматься подпольные. Ну, вообще, в общем, давайте, в общем, идти своей дорогой, ни на кого не ориентироваться, бегать за деньгами – это убедительно. Каждый призываю публиковаться в хороших журналах, в возможности делать хорошие работы и доходы. Павел, вы хотите сказать обществе? Да, Игорь Васильевич, вы вот упомянули фонд Бортника, я с ним давно работал и работаю, продолжаю. Так, если, в принципе, вы надумаете с ним какие-нибудь попытки сделать, я готов помочь там, поскольку опыт достаточно у меня богатый по оформлению заявок Бортнику. Ну, хорошо, ну, давайте, я все это знаю. Я с Ваней Бортником еще там в 89-м году сидел в ГКНТ, когда это так называлось, когда действительно была сильная, я бы сказал, великая организация, которую там в Вишане продвигал. Ну, вот он же оттуда потом нашел и вот фонд свой сделал. Худо, бедно, он-то мулькает у него. Ну, а сейчас в основном там поддерживаются вот такие типы там квадрокоптеры, такие поделки прикладные. В основном цифровая, цифровые программные разработки. Ну, конечно, там приложение надо иметь. Вот я ориентирую семинар, конечно, на приложение, но не на сопо, чтобы прямо сейчас мы все бежали в лабораторию. Все-таки семинар мы уже сохраняем направление. Природа времени, энергии, пространства, вот такие философские ключевые. Это не значит, что мы прямо сейчас должны все эксперименты ставить ключевые. Есть сейчас вот, тоже предлагаю так сейчас вот всем подумать, вот у нас сейчас будет инициатива, я, возможно, буду одним из участников, я не знаю, тут ничего такого закрытого нет. Мы собираемся проверять теории пространства и гравитации в новых экспериментах. Это с подачи нашего докладчика, помните, делал Ефремов доклад по Квартраняну, но он же руководитель крупного гравитационного института. Ну, и у него уже статьи вышли. И вот сейчас, следите, выйдет в четвертом выпуске, в последнем, гравитация и космология, ну, сотрудники института, там, Болохов и компания, и Ефремов в следующем квартале, в первом квартале. Там будет просчитано, как с помощью гравитационного маневра у Венеры, используя его как усилитель вообще, ну, проверить вот гравитационную физику в Солнечной системе, релятивские поправки, то есть отобрать теорию, потому что они же маленькие, эти поправочки, там, смещение перегрели и так далее. Дмитрий Евгеньевич, вы же слышите меня? Для вас работа там наверняка найдется. Ну, вот, хорошо, а дальше чего? То есть запустили, она там прошла по эллипсу, чуть-чуть отклонилась, потом этот спутник улетает к Венере, возле Венеры делает маневры гравитационные, то есть траектория изменяется. И если она вот чуть-чуть здесь изменилась, то пройдя через Венеру и вернувшись обратно на земную траекторию, ого-го, какой будет усилитель и размах координат по прилету обратно на земную орбиту, а может, еще возле Земли там можно будет второй граф маневры совершить. Ну, вот, это как усилитель, и тогда даже самые маленькие, которые там мы вот во втором порядке поправочки не можем подхватить, а разные теории гравитации их дают, а в первом порядке все одно и то же будет, как Пашар сидит. Ну, возможно, такая методика, она позволит за счет усиления поставить новый эксперимент. То есть в России всегда рождаются идеи, вот как ведь граф Аллатов был пустовой там, придумана лазерная Лайга, его даже, по-моему, поначалу на премию номинировали, а потом вычеркнули, видимо, за счет русской национальности. Ну, вот, ну, потом это, конечно, это долго, медленно булькает, проходит где-то 40 лет, начинаются эксперименты. Ну, и здесь то же самое. По крайней мере, эксперимент такой можно запустить, КБ-лавочник работает, с ним можно как-то договориться, в космос мы выходим на раз, и спутники небольшие выносим. Ну, вот, надо понять, как их запускать, с какой периодичью, что, видимо, серию надо запустить. Ну, хорошо, и дальше всех призываю просчитывать эти орбиты по граф-маневру. Там много очень феноменов, в том числе и непонятных, нас уже соговорили, они же граф-маневр давно считался. А первый граф-маневр это у нас даже был, вокруг Луны делают там большой. Ну, граф-маневр, вот все эти воиджеры и пионеры, воиджеры первые, вторые, они четко через граф-маневр улетели за пределы Солнечной системы, там, возле каждой планеты. Все это просчитывается. Ну, там эффекты остались непонятные, нас их не раскрывает. Ну, вот то, что я, например, знаю, то, что в системе планеты с одной скоростью, с амплитурой, ну, модулем входит спутник, а вылететь должен, казалось бы, вот в гравитацию обычно, с той же скоростью, а он почему-то вылетает с большей, и никто понять не может. Тут это, ну, как-то всех потрясает, а вот разумного ничего нет. Вот, может, кто-то из участников семинаров предложит, там, либо за счет вращения там поля, лензотеринга, дополнительную скорость дает. Ну, вот надо как-то это все продумывать по графманевру, потому что действительно эксперимент по усилению отклика гравитационного. То есть, вот сделали маленькую поправочку, а оказывается, ее можно усилить и уже рассмотреть на больших масштабах после этого графманевра. Время-то никто не ограничивает, там можно будет ждать прилета спутников. Ну, планы вот такие. Хочу заметить, что против этих антиреформ Академии наук, которые правительство хотело осуществить, выступил комитет академиков, и в нем участвовал Валерий Рубаков. Ну, конечно, да. Они в уставе смогли сохранить все-таки некоторые базовые принципы, которые очень важны. Нет, ну, всю эту рубку мы знаем, там, комитет от 1 августа, там, в общем, Захаров, один из ключевых людей, академиков. Конечно, сопротивление там было ожесточающее. Люди говорят, что... То есть, ну, по крайней мере, это уже не та Академия, которую там Нарышкина, что ли, захладывала еще, ну, вот, при Екатерине. Принципы другие. Ну, не знаю, просто таких Академий-то больше вообще в мире нет, где обычно Академики деньги вносят в общество, а тут Академия говорит, что вот мы решаем задачи, а общество должно как-то платить. Понятно, что общество... Ну, я старик хотел жить за счет общества, но общество этого не хотело. Ну, вот номерская фраза. Как не очень это понимают. Может быть, заигрались немножко, там, не популяризировали, ну, как-то и растеряли приоритеты. Да и внутри такая борьба там была с новыми организациями, с полчатником. Ну, это ни к чему хорошему не привело. В итоге там все деньги ушли в этого Рослана, в Сколково, а Академия ничего не осталось. Ничего не сделаешь. Ошибка была в том, что с Фурсенко не смогли договориться в самом начале, потому что это был совершенно никому не понятный человек, приехавший там из Питера, ну, вот, который как бы это... Никто не понимал, какую роль он может сыграть в дальнейшем развитии отечественной науки. Ну, а времена вот Лаверова, когда там действительно ГКНТ шел своим паровозным ходом, идея была, что Академия занимается фундаментальной наукой, а ГКНТ внедрением, они прошли, потому что сейчас у нас Министерство науки само хочет наукой заниматься, фундаментальной в том числе. А внедрять кто? Должна, видимо, Академия. Видите, все поменялось, непонятно кто. То есть внедрять никто не хочет, потому что это дело в клубе. А все хотят науку заниматься. Ну, и мы в том числе, конечно, ничего внедрять особо не хотим. Вот всем привет на формулу писать. Ну, хорошо, мы что-то заговорились долго. У нас, наверное, докладчик уже заскучал. Ну, в общем-то, это пауза полезная. Для него информации тоже много, потому что его работа и выстрелят, если вот мы пойдем по этому, по раскрутке каких-то гравитационных проектов. Дмитрий Евгеньевич, вы слышите меня? Отключите микрофон. Ну, вы вначале, пожалуйста, сделайте нам введение. Расскажите, почему вы вот все-таки, вы у нас гравитационные авторы, для этого делаю несколько докладов по чисто гравитации, по движению пространства, что мне очень нравилось, потому что мало кто вообще решался. То, что тензор энергии импульса нулевой при варьировании, вроде как всем понятно, но все это пытаются замести под ковер, все замалчивают и стыдливо избегают этой идеи. А на самом деле, мне кажется, только так и должно быть. Он должен быть нулевой, но там надо инь-янь искать, это члены, которые друг друга балансируют. А так это идти вот этим китайским путем, что все везде по нулям. Весь мир состоит из того, что идут балансы от инь-янь. Одни наблюдаемы, другие нет. Ну, по крайней мере, Дмитрий Евгеньевич, он честно говорит, я считаю, я это вижу. А другие молчат и ничего не комментируют. Ну, вот в этом плане, конечно, вот такая вторгодавившаяся человек. Теперь скажите, что вы хотите со спинами, с высшими порядками сделать? У нас же целый, можно сказать, целый сектор занимается в Фиане, с спинами выше в порядке, там Васильев и компания. Вы как-то с их работами коррелируете или нет? Нет, не коррелирую с их работами. Ну, Михаил Васильев, он у нас был после Геннбурга, по-моему, даже руководителем гоктюра отдела. Потом ему это надоело. Физик-то он хороший у нас. Он больше математик, математический физик. И он сейчас зафсектором. Посмотрите на сайте Фиана, его работы. У него семинар по пятницам идет, вот по высшим спинам. И там сразу публикации выйдете на его работы, на савторов. И вот они, да, упорно, да, действительно, это большая интересная наука по высшим спинам. И я думаю, вы сейчас наш семинар ведете в эту науку, так что там тоже было понятно, о чем речь. Ну вот высшие спиноры, они, естественно, всегда появляются, когда много спинорных частиц участвуют, ну, в частности, при разборе, при объяснении таблицы Менделеева, где в атомах имеется, по крайней мере, много электронов. Если еще не забыть о том, что и сами ядра, это тоже частицы со спином, вот, ну, вот, то, что, то, что, вот, я, ну, так сказать, вот официально, вы мне сказали про фиан, я обязательно посмотрю, хотя я смотрел, ничего похожего не нашел. все это, это, вот, некоторые направления в науке, они тонут из-за того, что развивается какая-то параллельная, вроде бы, похожая образы. Ну, например, в 70-е годы активно, так сказать, самый, бомон, физиков, теоретиков, бросился на подстроение квантовой теории гравитации, вышли на теорию струн, и, значит, вот там, можно сказать, штанули. А саму суть проблемы теории гравитации не разобрали, но я не об этом буду говорить. Я буду говорить о, ну, отрасли математики, не думаю, не знаю, иначе бы прорвались они, эти, фиановские, я не знаю этих работников. Вот. Ну, вот считается, например, вот есть такая монография, Варшалович, Москалев, Херсонский, который, в который вроде бы, так сказать, вот высшие спины рассматриваются. То есть, ну, надежная задача, это один электрон, у него два состояния, и точно решенная задача, это вот спинор, подчиняющийся вроде бы уравнению Дирака. На самом деле, здесь, конечно, реликюризм совершенно ни при чем. Здесь другие, как я покажу, дальше работают свойства. То есть, спинорность частиц, ну, из которых построен наш мир, там, нейтронов и протонов, это уже сейчас совершенно неоспоримая вещь, и, как правило, ну, все состоит из много спинорных частиц. Как их описывать? Ну, в самом начале, еще где-то в 20-е годы, появилась теория сложения спинов, квантовая теория сложения спинов, и, значит, научились раскладывать произведения, произведения многочастичных, так сказать, спиноров на некие неприводимые компоненты. Но что из себя представляют эти неприводимые компоненты, никто никогда не описывал. Вот в книге Варшаловича, которую я сейчас, там есть попытка, спин, спин единица, частицу, ну, из двух частиц, две частицы, они раскладываются, это хорошо известная вещь, в скаляр и со спином 0, и спинор со спином 1. Он имеет три компонента со спином 1, ну и кажется, что это вектор. На самом деле, векторы и спиноры со спином 1, это разные вещи, хотя, хотя есть где-то частичное совпадение, очень интересное, которое я скажу. Ну, я давайте буду говорить сейчас пока чисто о математике поговорю. Значит, вот три паулевских спинора, три паулевских матрицах спинора, а матрицы, которые действуют на спинора, они порождаются всего двумя матрицами, повышения и понижающими. Значит, сигма 1 это сумма, сигма 2 это ну, спин, термитизированная, так скажем, разность, и сигма 3 это их коммутатор, коммутатор. Ну, и вот работа со спинорами, она, да, я дальше буду с половиной, то есть, чтобы это одна вторая нигде не торчала, я буду работать с половиной. но при этом вот сами плюсы и минусы они будут вот без всяких половин. Итак, значит, вот обобщение на спиноры высших порядков. Я провожу обобщение именно матриц повышающих и понижающих. Они устроены очень просто, очень ну, понятно. вот С плюс четырех, я беру четырехмерную матрицу. Четырехмерную матрицу это спин три вторых. Значит, три, два, один, один, три. И в коммутатор диагонален вот таких матриц. Ну, вот лучше с двоечкой здесь пополам лучше разделить. Три вторых, одна вторая, минус одна вторая, минус три вторых. Это как раз матрица СЗ четырех пространстве спиноров со спином три вторых. Вот. Более того, матрицы С плюс СХ, которые являются суммой, полусуммой вот этих двух матриц, С минус, из-за этих вот коммутационных соотношений с одних этих матриц, они обеспечивают такие же коммутационные соотношения, как-то для двумя. Ну, там СХ на СЮ и СЗ коммутатор, именно коммутатор, не произведение, как у Паули. Паули более богатая алгебра, там еще и произведение уже равное этому СЗ. Здесь дальше идет речь только о коммутаторах, поэтому вот и она вполне обычная. Ну, при произвольном М, значит, вот матрицы повышения и понижения тоже имеют вполне понятный вид. На диагонали нули, а рядом с диагональю выше идут 1, 2, 3, 4, 5, до Н-1. У матрицы понижающей 1, 2, Н-2, Н-1. Вот. И у них коммутационное соотношение ну вот они порождают три матрицы все по тому же алгоритму как и у Паули полусумма полуразность на 2 и коммутатор. И их коммутаторы очень простые и хорошо известные SX SY SZ SY SZ как для обычных компонентов момента количества движений. Никаких особых дополнений все стандартно. Три любом n. То есть это для матриц произвольной размерности. Ну вот число целое или полуцелое n-1 пополам называется полным спином это так сомн. Значит компоненты момента количества движений. Они определяют компоненты оператора полного момента. то же как у Паули LX плюс SX LY. Ну у Паули одна вторая стоит. Но я сразу беру половинную матрицу при любом моменте. Они имеют такие же коммутационные соотношения. очень важным оператором являются ну тоже хорошо известны квантовые механики спинорного электрона спиновый оператор момента скалярное произведение спиновых матриц на операторы инфинитоземальные операторы вращения. Вот что-то там подходит. теперь в этом вот итак мы имеем спинор который имеет N различных функций угловых радиальных N N спинор представляется N мерная строка и мы теперь должны как-то разложить эти строки создать из них на самом деле Гильбертово пространство по скалянам произведения с полным набором. Ну опять-таки стандартным оператором является оператор GZ он у нас уже появился в любой размерности вот он пополам смз есть оператор и его собственные функции вот его собственные функции они чуть-чуть специфичны когда картан в свое время вводил спинор и у него там была половинка 10 степеней и FI пополам вот на самом деле есть можно в 6 эти FI пополам вот N приходит всегда в квадрате то FI пополам либо складывается либо считается и получается конструкция которая инвариантно относительно поворота на 2 FI вот оказывается что более удобно ну и более однозначно именно представление собственных функций я беру 2 3 4 5 в случае спиноры 2 это паулевские спиноры 3 это вот с 3 компонентами 4 с 4 компонентами 5 с 5 компонентами и так далее вот значит F F от это пока так сказать неопределенные функции вот по FI так как они являются собственной функцией оператора Жиза Жиза то они являются собственной функцией с M плюс S S это M минус 1 пополам это спин это спин частиц значит это все проверяется ну конкретно для малых Z 2 Жиза M плюс 1 вторая M плюс 1 M плюс 3 вторых M плюс 2 теперь нужно построить вот в этом пространстве ну так же как вот в пространстве например скаляров мы строим либо берем м собственные функции тоже операторов сферические функции забыл назвать сферические функции вот мы должны построить такие сферические функции базис угловых угловых компонентов вот этих M спиноров значит вот мы уже одно нашли и теперь удобным инструментом вот это вот есть некое новое новое так сказать нет первое было это операторы плюс и минус как они выглядят вот что искать их нужно из условия максимального так же ну во всей этой технике угловых переменных у нас есть серии там это хорошо известно там G от минус G от плюс G 2G плюс 1 серия такая ну и вот если мы возьмем условия разыскать именно максимальный по G там 2 индекса G и R а N меняется от минус G до плюс вот если мы возьмем максимальный то действие на него оператора плюс G N плюс должно равняться нулю чем это хорошо по сравнению ну в традиционном там G в квадрате или там G собственной функции оператора вот Пин уложить пастилян я его потом напомню вот это дифференциальное уравнение перво порядка которое может определить вот эти эти функции portin f2 fn дифференциальное уравнение вернее не дифференциальное а система дифференциальных уравнений система N дифференциальных уравнений потому что на каждую компоненту действует вот G+, G+, и, значит, он содержит N-произвольных констант, потому что это система эндиференциальных поравнений. Вот. И дальше... Извиняюсь, Дмитрий Евгеньевич, можно чуть погромче? Очень плохо слышно. Плохо слышно, да? Да, чуть поближе к микрофону. Хорошо, хорошо. Значит, теперь нужно бы, чтобы они... Чтобы он был... Ну, вот я сейчас привожу вот эти решения, они тоже достаточно понятны, несложны. Эти константы интегрирования в двумерном. Две константы интегрирования C1, C2. И вот уравнение G2, действуя на V2, G, G равно 0 с двумя компонентами, оно приводит вот к таким вот решениям. С двумя константами интегрирования. С тремя, значит, три константы C3, C2, C1, 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 C2, C3. С четырьмя... Размеру не очень попадает. С четырьмя, значит, четыре константы интегрирования. Пока они произвольные. Вот. Но у нас есть оператор, спиновый оператор момента. Это произведение оператора, дифференциального оператора инфинитетимальных вращений, обычного, скалярного, на соответствующую спиновую магрицу. X, Y и Z. SX, XY, Z. Вот. Но прежде чем определять, оказывается, в спиновом пространстве, в пространстве спиноров высшего ранга имеется еще один оператор. О нем, кстати, говорят все время и в книгах вот там у Паули, например, называется четный и нечетный спинового отражения. Оператор спинового отражения. Значит, имеются очень простые матрицы в инмерном пространстве. Матрица 1, минус 1, 1, минус 1, 1, 1, минус... Диагональные матрицы, у которых на диагонали стоит либо по очереди 1, минус 1, 1. Квадрат каждой этой матрицы равен неедничной матрице. Вот. Но еще не матрица. Так как у нас функции, угловые функции вот с высшим спином, то еще вводится оператор. Оператор спинного отражения. Он состоит еще в том, что кроме умножения на матрицу, еще нужно заменить угол тета на пи минус тета. Ну, я поясню. Если обычные сферические функции, их записывают либо от угла тета, ну, фи не меняется, от угла тета, либо исторически они пришли от косинуса тета, переменная z косинус тета, вот, и это замена z на минус z, косинус тета на минус косинус тета, вот, поэтому, то есть, так это выглядит немножко неестественно, замена угла тета на пи минус тета, а вот косинус тета меняется на минус косинус тета. Здесь понятное отражение. Так вот, такой оператор, который одновременно вот этот спинор высшего ранга, мерный спинор умножается на матрицу и проводится замена, так как это функция тета там, то в этих функциях проводится замена тета на минус тета. Этот оператор, ну, момент Паули я тут немножко пропустил, это оператор Паули, он представляет как дифференциальный оператор плюс оператор момента Паули, но это не так важно. Самое главное, что антикоммутирует с оператором Паули, а оператор Паули строится, нмерный оператор Паули строится стандартно, так же, как в двумерном случае, сигма на соответствующий, ну, если в декартовой системе, сигма Паули, на Паули, плюс сигма З на Паули, С З на Пз, ну, так как я опять пополам, там двоечка должна быть, это не важно. Вот, вот это вот важнейшее свойство, что оператор спинного отражения антикоммутирует с оператором Паули. Что это значит? Значит, ну, базисные спиноры мы должны теперь, раз есть какой-то оператор, который с чем-то коммутирует, с чем-то антикоммутирует, взять как собственные функции базисных спиноров. Ну, и так как оператор спинного отражения имеет два собственных значения, квадрат его равен единице, то он имеет два собственных значения, плюс-минус один, и в соответствии с этим все спиноры высшего ранга, они делятся на четные и нечетные, те, которые его собственные функции со знаком плюс, ну, плюс один, а нечетные со знаком минус один. Вот, а вот этот оператор спинового отражения он коммутирует с оператором, не антикоммутирует, с пауле он антикоммутирует, да, и операторы, которые антикоммутируют с оператором четности, меняют четность спинора, четный переводят в нечетный, а нечетный в четный. Ну, это стандартные такие операции в матричной алгебре, то есть, если оператор антикоммутирует, это легко показывается, четность спинора она противоположна. А вот оператор Жи, напомню, вот он, Жи. О, нет, 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 я Жи. Это все Жи, З. А вот он. Я, вот он, СНХ на ЛХ, СНУ на НУ, СНЗ на НЗ. Он не имеет пространственных индексов. Вот. Но он коммутирует со всеми Жи, 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 Вот. И кроме того, он коммутирует с оператором четности. Поэтому вот все спиноры, из которых строится Гильбертово пространство спиноров, они могут быть собственными функциями оператора, в частности, Жи, Н, и оператора четности. Вот. Поэтому дальше идет расписка уже вот этих по четным и нечетным компонентам. У нас уже вот эти ВНЖЖ, они выражены как функции, но там есть константы интегрирования. Вот. Теперь мы расписываем немножко упорядочиваем эти константы интегрирования, выбирая четные и нечетные компоненты, строя четные и нечетные компоненты спиноров. Вот. Значит, ну, оператор Жи, Н при этом, вот его собственное состояние, ну, я возначил буквой К, действуя на плюс-минус ТН. Очень интересные эти собственные значения. Ну, здесь не так важно, здесь наиболее интересным является случай Н равное 3. Это спин единицы. 3 равно 2С плюс 1. С равно единица равно 3. Значит, это важно, что вот различным К соответствуют различные Л. Или лучше сказать, различным Л соответствуют различные К. Везде, за исключением одного случая, К3-. Там всегда при любом К3-, при любом Л собственное значение минус 1. То есть Л меняется, а собственное значение не меняется. Имеется вырождение по этому собственному значению. Ну, и в частности, вот пространство спинора в СЛ равное единице, она одним боком соперегается с пространством обычных векторов. ну вот я выписываю в явном виде, там 2, 3, там 4, 5, они строятся почти аналогично, то есть это именно собственные функции, вот их собственные значения я показал перед этим собственные значения, здесь для целых и полуцелых вот этот минус единица в степени n, он, так сказать, играет некую такую роль симметризатора, что с плюсом идет для пространства с целым спином, то идет с минусом для пространства с полуцелым спином. Значит, ну вот их явный вид, 2 значит 2 плюс ж ж е в степени лфи и единица и ноль. Вот такой спином синус тэта в степени л при любом л. Ну а ж равняется л плюс 1 вторая, если нужно было бы мне приписать. То есть ж всегда с л однозначно связано. ж равняется л плюс с. С это спин. Здесь спин одна вторая для двоечки. Вот. С минусом они посложнее. Чуть-чуть. тоже е в степени лфи на симус тэта в степени лфи. На самом деле вот когда смотришь литературу по спинорам высшего ранга или по сферическим функциям, это есть полиномы полежандра присоединенные полежандра эльты присоединенные полиномы лежандра с индексом л. Они очень простые. Вот когда выписывают лельты еще с нормировочными множителями, это кажется что-то такое очень громоздкое. На самом деле они очень просто выглядят. Полином лежандра присоединенные эльты присоединенные полином лежандра с индексом л. Это синус тета в степени лфи. А дальше уже операторы повышения или повышения не меняются. Значит ну вот третье тут есть некоторое осложнение такое нестандартное это как раз для спины единицы. Ну это все несложно вычисляется и для четырех и для пяти. теперь очень важный момент вот очень важный для атомной физики G серии спинор мы нашли высший G G спинор вот они только показаны действуя на них оператором понижения мы уменьшаем второй индекс вот от G G мы его G минус 1 и так далее и доходим до G минус G который в общем-то похож на G G но с некоторым отражением действия на него оператором понижения автоматически равняется нулю автоматически вот если с плюсом ну потребовали а дальше действия оператором понижения то N плюс первое понижение дает ну то есть определяется серия из 2G плюс 1 спинор с единым G ну сразу скажу что вот меня этот вопрос заинтересовал в связи с лэмбовским сдвигом то есть классификация но не буду сейчас об этом говорить то есть на самом деле это играет важную роль в атомной физике в конце 40-х годов Лэмб и Нидерфон обнаружили некий сдвиг и там вот они танцевали от решения от решения уравнения Дирака в спинорном поле вот ну вот серии я самые простые серии покажу значит вот значит спинор характеризуется чем он во-первых размерностью там N это двойка тройка четвертая спин равняется спин равняется N-1 пополам значит 2-1 пополам это 1-2 значит первый индекс как раз он Ж описывает 1-2 это не это 1-2 значит вот он это на самом деле он не зависит от углов и вот здесь есть некие наверное подводные камни вот действия на это оператором Ж2- минус мы получаем спинор с минус 1-2 который выглядит буквально отраженный вот этот 1-0 этот 0-1 действие на него еще раз оператором минус 0 на этот оператором плюс мы его получили отсюда из того что действие на него оператором Ж плюс 0 а на этот действие оператора Ж минус 0 серия состоит из 2 Ж плюс 1 спиноров нечетная серия чуть-чуть посложнее это спинор еще характеризуется кроме Ж там С еще плюс и знаком плюс и минус вот это этого нет вот классификации высших спиноров я не видел вот хотя вот нужно посмотреть то что делали эти в фиале возможно они оператор четности ввели вот ну наверное бы дошло я так искал по интернету не нашел значит здесь тоже два спинора косинус тета есть степени фи синус тета здесь и на минусы и косинус минус косинус то есть конструкция похожа здесь что я на него оператором минус дает ну дальше в тех же это все я про спиноры Паули говорю n равно 2 теперь r равно единице g равно 3 вторых g равно 3 вторых значит ну плюс четный 3 вторых да так как оператор четности коммутирует с оператором с операторами g x g y g g g плюс g минус то четность при действии оператора понижения она не меняется он так и остается плюс значит вот старший 3 вторых 3 вторых действия на них минус мы получаем 1 вторая действия еще раз минус минус 1 вторая правда здесь нужно делить на эту 1 вторую и 1 треть которые кстати меня и привели к тому виду вот с потолка я вроде бы на первом кадре на втором кадре взял оператор оператор плюс и минус двойка тройка 1 2 3 вот эти 1 вторая эти 1 треть они привели меня к тому виду операторов повышения и понижения вот то есть в некотором представлении здесь единица не меняется их не меняется их нормировка значит вот при l равном единице 3 вторых g равно l плюс 1 вторая 3 вторых мы имеем 2 на 3 вторых 3 различных 3 различных спинора здесь на последний из них так 4 спинора потому что 3 вторых и 3 вторых вот это 1 2 3 и 4 4 спинора вложить точно вот нечетная серия там тоже короче говоря я не буду сейчас говорить это чисто так сказать перифметические вещи которые на компьютере они автоматически идут не нужно особых никаких истинных прилагать если оператор записан то он сразу выдает тот или иной спино значит n равна 3 вот n равное 3 это смотрите почему n равно 3 он так сказать выделен атом водорода состоит из протона и электрона у протона спина 1 2 у электрона спина 1 2 и система это все говорят но математически это никак еще я покажу то есть нужно нужно расписать уравнение дирако скажем дирако они чуть-чуть по-другому выглядят в серии нулевой там будет четкий шлезингер шлезингеровский спектр шлезингеровский это скалярная функция а вот векторный сектор векторный сектор со спином единица значит имеет три различных вот эта серия имеет три различных спинора это минимальное вернее значение ж единица вот имеется три спинора которые получаются опять-таки здесь пополам здесь на один здесь пополам здесь все на последний дает ноль обращаю внимание что вот они построены из очень похожих элементов плюс и минус вот скалярное произведение то есть если мы строим дельбертового пространства там нужно определить скалярное произведение ну и определить ортогональные друг друга ортонормированные базы ну хочу сказать что нормировкой я не занимался это уже довольно так сказать идеальный коэффициент один нужно делать таким чтобы квадрат равнялся единице значит скалярное произведение оказывается что других ну можно сказать других вариантов нет хотя можно было подозревать какой-то я подозревал поначалу какой-то оператор между ними вот двух спиноров значит ну вот это что я написал для 3 например для 2 значит скалярное произведение только в пространстве m равное 3 функции f1 f2 f3 f a 6 функций то есть 3 принадлежат одному спинору 3 принадлежат другому скалярное произведение вот оно таким образом это мира по тета по фи просто дефи вот таким вот образом скалярное произведение а здесь f сопряженная а на fb как обычно принято в квантовой механике и оказывается что вот введенные уже функции взаимно ортогональны те которые я люблю более того ортогональность ну вот давайте ортогональность ну во первых есть алгебраическая ортогональность сразу четного и нечетного вот r плюс в любой размерности r минус это матрица у нас умножается на эти матрицы вот их скалярное их просто произведение матрицное произведение равно нулю r плюс и r минус вот а r плюс и r минус это вот эти матрицы а нет нет это не матрицы нет это операторы извиняюсь это операторы именно операторы плюс то есть это умножение на матрицу еще замена тета на пи минус тета вот они исходно ортогональны друг к другу поэтому проверять нужно ортогональность только в одной черности и более того так как скалярные произведения так как скалярные произведения по фи всегда равно нулю если ма не равно мб то есть нужно проверять ортогональность только для спиноров с одинаковыми s с одинаковыми s но с разными g вот у нас спинор по этой формуле ортогональны но они ортогональны 0 минус 1 именно за счет фи за счет интегрирования по фи у них разные фи и поэтому и поэтому там всегда 0 интегрирование по фи а вот с одинаковым фи но с разными с разными жи вот их и нужно проверять здесь главную роль играет оператор оператор вот же n у него разные собственные функции за исключением одного случая который я уже сказал при n равном 3 там различным собственным значением соответствует одно и то же минус 1 собственное число вот а основные разные собственные значения раз разные собственные значения то они должны быть взаимно ортогональны вот оператор с одинаковым с но с разными жи они получаются вот из в жи с разными жи и с разными л и поэтому имеют различные собственные значения по теоремам ортогональности они друг к другу ортогональны но это все проверяется и прямо в очевидении мы скалярного произведения да это все подтверждается все так вот исключительная нечетная серия выжи в дубль в жи с три минус при любом же кстати три минус она действительно вот я приводил книгу Варшаловича там пытается пытается три спиноры трехкомпонентных спиноры отверсти с векторным полем действительно серия минус она она изоморфно векторному полю все его так сказать внутри соотношения между операторами внутри вот этого сектора три минус такие же как в векторном поле вот в векторном поле тоже имеются две поляризации то есть вообще каждый каждый n спинор имеет две поляризации положительные и отрицательные и векторные поля тоже хорошо известны имеют две поляризации замены не получается e на b b на минус e в уравнениях Максова для электромагнитных волн вот эта симметрия переводит одни поля в другие но если есть граничные условия там конечно все разные для b и для e разные граничные условия вот но свободные волны они они вот имеют две поляризации полностью так вот это минус серия она полностью изоморфна действительно электромагнитным волнам одна только отрицательная но уже положительная она совершенно различная там собственные значения но я не буду распространяться это чисто математический такой векторное поле не является образом спинорного поля с с равным единицей половина его нечетная половина вот она изоморфна а четная уже в целом это не является векторным полем итак батис гильбертова простан базовый n-спинор n-g s плюс минус определяется спином но я выделяю не спина лучше n то есть это однозначно связанные числа спин и n размерность s равняется n-1 пополам но хотя бы даже писать легче всегда целое чем возможно полуцелое индекс g от l плюс s при этом l изменяется от нуля до бесконечности значит минимальное g g не может быть отрицательнее это индекс серии это индекс серии а в этой серии еще s от минус g до плюс g это как обычно как обычно в теории момента вот такие спиноры регулярно но выяснилось значит я естественно сразу начал расписывать я дальше покажу спинор атом водорода у которого и и ядро протон тоже описывается как спинор поэтому нужно пользоваться нужно серии s равной 3 но накололся там на какую-то несовместность оказалось что это пространство спиноров которые я описал вот собственные функции оператора g g z и там плюс минус это еще не полное оказывается существуют еще спиноры которые ортогональны ортогональны этим регулярно ну в частности в трехмерном случае спиноры спиноры вот такой он не является он не входит ни в какую серию он получается когда отлично от нуля там три константы интегрированы c1 c2 c3 когда отлично от нуля только c3 а c1 c2 равны нулю вот 4 там только c4 но там еще есть возможные варианты c3 c4 ну в общем это еще нужно исследовать и исследовать вот эти дополнительные спиноры для трехмерного для спинора с n равным 3 вот один такой дополнительный спинор вот он ортогонален всем тем вот спинорам которые были описаны поэтому его обязательно нужно учитывать ну вот при n равной 3 вот он вот он g g g g минус g вот такое скалярное произведение при любом g равно нулю ну это просто проверяло интегрирование не из какой-то теории а просто вот прямой проверкой это вот проверяло все условно ну и теперь как же нам записать атом водорода с учетом того что что протон тоже имеет спин 1 2 значит линейные спинорные уравнения антикоммутирующие с n rn операторы переводят четные в нечетные и наоборот нечетные в четные вот если мы я долго много времени потратил на то чтобы найти собственные функции оператора паули но все время в какую-то в какую-то стену упираешься когда я понял что это четные и нечетные то это все бессмысленно слева например у нас стоит какая-то комбинация четного и нечетного мы по действию оператором паули эта комбинация перевернулась в клифф-центре то есть нужно обязательно здесь писать ну например четный спинор а справа нечетный спинор ну или здесь нечетный то есть линейные спинорные уравнения всегда должны иметь четное количество операторов паули и вот ну в классическом вот действия оператора паули вот до сих пор я рассматриваю только угловые переменные вот vn плюс vgs от этой фи вот общий вид спинора четного например вот такой радиальная функция и вот эти угловые которые они уже почти полностью расписаны ну или даже вот с учетом дополнительных полностью расписаны f плюс значит если мы подействуем на него оператором паули получается kn плюс vn минус угловая угловая часть меняет свою четность то есть явный вид меняет явный вид и четный переводится в нечетный вот ну вот эта добавка но а наоборот если он действует на нечетный то значит здесь появляется угловая часть в виде четного спинора и вот оператор паули значит дифференцирование по радиусу и какое-то собственное значение kn плюс или kn минус там если на отрицательную функцию деленное на f то есть это как собственные функции радиальной части оператора паули ну вот если подставить вот ну вот этот оператор kn-1 как выглядит он он очень интересен его нужно было бы начать с единицы но я не знаю как операторы повышения и понижения дискарляров описать поэтому описал только 2-3-4-5 значит вот в уравнении Дирака вот которое которое в 28 году придет Дарвин Дарвин нашел нашел это уравнение там участвовали вот вот эти углодобавки к спинорам причем что интересно 2-4 это полуцелый спин и здесь плюс вот здесь плюсы здесь минусы плюсы минусы L L плюс 1 L L плюс 2 L L плюс 3 а на четные наоборот плюс L плюс 2 L плюс 3 L плюс 4 L плюс 5 ну это техническая так сказать деталь пока тоже неверняка за этим какие-то интересные вещи кроются значит мы теперь должны описать ну вот рельефиский атом водорода ясно что он не может быть описан как один оператор Паули там действует на что-то плюс еще что-то там равно энергия там действующая на этот оператор обязательно должно быть четное количество операторов Паули и вот не думая об уравнении Дерака а только думая о четности о том что оператор Паули переводит четные в нечетности вот мы мы должны сконструировать систему простейшую систему двух уравнений в которые ходит спинор Паули пока два ну вот здесь должен быть плюс четный тогда П2 нечетный кстати вот Паули нет не Паули а Ферми Ферми великолепные книги Ферми по квантовой механике он там так и называет четный нечетный но это не связано с тем что какой-то оператор четности у них он видит у них разные свойства он называет один четным нечетным записывает систему уравнений значит вот такую то есть фактически подбором было подобрано вот Дарвина такая конструкция значит которая приводит к ну вот тому к релятивистскому спектру атома водорода значит ну это энергия плюс плюс ну на самом деле минус Ефи равняется П энергия это есть кинетическая роль которую играет оператор Паули и потенциальная которая электромагнитный электростатический потенциал но кинетическая и потенциальная действует на функции разной четности разной четности значит потенциальная ну например здесь на четную а кинетическая на нечетная здесь наоборот вот дальше записывается уровня оператор Паули он у нас выписан действуем мы вот всей этой конструкции и это двумерно это двумерно к спинам и значит получаются такие разделенные уравнения угловая часть выносится в первом выносятся четные во втором выносятся нечетные и остаются чисто радиальные части которые вот сейчас все приведены у фермы киневки фермы ну и фермы приводят и второй тип когда оно действует здесь видите я напоминаю что в одном случае е минус mc в квадрате в другое е плюс mc в квадрате вот если е минус mc в квадрате то есть наблюдаемая энергия ну вот нерелятивистская энергия в нерелятивистском случае на самом деле релятивизм в атоме водорода он очень очень слабенький там 1-137 маленький маленькая добавка вот значит что я хочу сказать мы получили те же уравнения которые фермы получил из уравнений дирока мы получили их именно за счет того понимания того что обязательно действие оператора дирока на на нечетную часть дает четный спинор действие оператора дирока на нечетную часть извиняюсь на четную часть дает нечетный спинор вот ну и здесь разные коэффициенты значит это все было мы получили здесь реактивизм только вот в этих соотношениях представление энергии такое вот кинетическое плюс потенциальное как добавка к МЦ в квадрате здесь ну а второй слуги они поменялись местами ну вот я думаю что частицы античастицы то есть всегда вот со вторым уравнением связывают античастицы но там как непонятно поэтому какие-то умные слова говорятся вот и мы будем рассматривать только я мы будем рассматривать только вот но на самом деле оператор четности он превращает уравнение для частицы в уравнение оператор изменения четности он значит превращает уравнение частицы на античастицы здесь еще есть о чем подумать вот ну я не буду говорить это все то есть на самом деле воспроизводится когда мы берем спинор второго ранга а теперь я хочу включить спинорное ядро вот я пишу на самом деле те же уравнения те же уравнения но только уже у плюс и в минус это спиноры цен равной 3 или со спином единицы это система единицам там есть система с нулем она это там швейнгеровский спектр это скаляры тут проблем нет а вот с трешкой с тремя проблемы есть значит ну приведением к безразмерному виду там вводится боровский радиус вводится постоянная g это постоянные тонкие структуры 1 137 m это mc в квадрате энергия а энергия значит вот это е то есть это не энергия а это уже безразмеренная значит ну вот здесь появляется существенная математическая особенность четный спинор состоит из двух слагаемых во-первых вот gg с любым g3 плюс и во-вторых gg3 добавочный тот который выпал дополнительный спинор то есть это пространство гильбертового пространства трех спиноров с n равным 3 оно состоит не только вот из этих регулярных gs3 плюс минус но еще вот добавочный и добавочный который выпал и у него своя радиальная часть вполне не обязана у него быть та же радиальная часть то есть у нас получается три радиальных функции вот когда я еще не знал этого работал с этим я все время упирался в то что не хватает функции не хватает одной функции ну вот началось оказывается что есть действительно еще это неполная гильбертовая пространство неполная этот спинор тоже черный дополнительный спинор он тоже черный базовый спинор но своя радиальная функция то есть мы записываем уравнение для трех функций а так как так как мы действуем на спинор третьего ранга он содержит три строки каждая из которых в конце концов должна равняться нулю то в конце концов ну вот если бы было всего две функции то были бы вот эти уравнения и они две функции радиальные и три уравнения вот вот когда мы вставили дополнительную функцию все оказалось число уравнений равно числу числу неизвестных функций но здесь тоже есть интерес есть очень интересный момент значит уравнение вот это имеет стандартный вид обыкновенного дифференциального уравнения f' равняется f плюс там на что-то f минус на что-то умноженное на f' нормальное а вот эти два уравнения ненормальны одно вообще не содержит производных а второе содержит две производных f' и f f' и f плюс вот из этого уравнения из второго любую передменную можно выразить через другую вот и в конце концов оказывается да и из этого исключается одно дифференциальное уравнение так что фактически система имеет все равно две степени свободы хотя у нас спинор н равное 3 3 строки но значит вот исключив я не буду тут технически говорить у нас появляется одна дополнительная дополнительная особая точка то есть нормальная система уравнений такого вида имеет ноль и бесконечность ну вот в частности в частности уравнения которые решал Дарвин они содержат две особые точки регулярные в нуле и регулярные в бесконечности здесь появляется дополнительная особая точка появляется множитель R E минус M плюс G который определяет еще RG похожий на гравитационный радиус G это 1 137 M минус E M минус энергия значит поэтому вся область в соответствии с теорией обыкновенных дифференциальных уравнений делится на область от нуля до RG и от RG до бесконечности до бесконечности бесконечности особая точка вот ну вот F0 штрих значит вводится еще одна функция через которую удобно выразить F плюс и F минус радиальной функции вот и F то есть у нас две функции F и F0 значит F0 F0 хорошая функция она имеет только облацовую точку ну регулярно R равная нулю ну и на бесконечности а F штрих кроме содержит кроме особой точки в нуле оно содержит еще особую точку в R минус RG причем у нее знаменатель очень такой простой то есть на самом деле кажется что что это сложные функции на самом деле если посидеть ничего значит регуляризация поэтому это важный момент она должна проводиться чтобы на бесконечности у нас был полинон E в степени минус Hr и регулярную особую точку R в степени P неизвестный параметр который определяется из уравнений R минус RG в степени Q тогда функции U и V на бесконечности ну ведут тебя как полинон U и V как полинон вот в количественной степени ну вот простейшее решение U A 1 плюс R V B плюс B 1 E вот подставляем их в эти уравнения ну или они сразу можно расписать эти уравнения для функций U и V и все оказывается решается до конца и не очень сложно параметр P вот он выглядит он похож на тот который появился вот в решении Дарвина в решении Дарвина уравнений Дирак для атома водорода там тоже появляется но там чуть-чуть другой множитель тоже минус G квадрат Куров вообще целое число минус 1 простей H это показатель E в степени минус H E в степени минус H G M на L плюс 2 это очень похоже на на то что есть у Шрезенгера в Шрезенгере там только ну на L L плюс что-то L плюс 1 там а здесь L плюс 2 значит особый радиус он выглядит не очень просто это G это вот 1 137 M это масса M цифровая на самом деле 2 M это масса электрона вот L это параметр параметр уравнения уравнения G равняется L плюс 1 вот для этого G равняется L плюс 1 ну поэтому G плюс 1 на самом деле L плюс 2 это G плюс 1 ну и значение энергии вот получается вот такие значения энергии похожие на значения энергии которые получил получил Дарген вот ну теперь предстоит работа вот идентификации всего этого дела с уже наблюдаемыми вот кроме того на самом деле это тоже неправильно записано система почему несмотря здесь на то что здесь учтена спинорность протона протон приколочен к началу координат ну грубо говоря он имеет бесконечно большую массу по сравнению с электроном и движение электрона никак на него не влияет точно сформулированная задача это когда электрон тоже протон тоже движется как и электрон две движущиеся частицы как привести две спинорные частицы в систему центра масс это ну то есть формально можно так же как это делается в небесной механике но здесь можно наблюдать не выскочит при какие-то особенности значит вот я еще раз хочу сказать что вот то что я изложил чисто математическую часть это ну совершенно вот спиноры Паули спинорная теория спиноров Паули она как составная часть все повторяется для высших спиноров только там ну нет антикоммутаторов которые есть в Пауэре здесь все только на коммутаторах сидит а значительная часть она такова же как и в теории Пауэр вот то есть я думаю что вот этот аппарат он должен был быть разработан где-то в 1930 году в самом начале 30-х годов но беда что в это время рождалась квантовая теория поля не беда конечно это все способствовало рождению квантовой теории поля и вот Брейд поставил поставил задачу в 1932 году что нужно учесть спинорность протона но все это уже здесь задача ставилась уже в рамках создаваемые в это время теории поля ну вот там всякие приближения дальше пошли Брейда Вигнера уравнение Брейда Вигнера то есть от таких простых динамических задач типа задач небесной механики тут уже ушли появились всякие там диаграммы вот ну вот я на этом заканчиваю что на самом деле наука Игорь Эдмундович сказал что вот эти формулы там какие-то страшные эти формулы совершенно не страшные они имеют ну такой же уровень страшности как как и уравнение Дирак как и уравнение Дирак не больше коэффициент страшности хотя появляются свои то есть это область которая конечно должна была быть за последние 90 лет проработана но более важной оказалась квантовая теория поля она успешно развивалась тоже правда кое-где утонула вот но сейчас нет так я закончу хорошо все спасибо большое ну вот я не знаю мы будем математику обсуждать или нет давайте так вы пока не выключайте презентацию потому что если будет вопрос по конкретной странице или формуле мы поговорим но вначале мы следуем добрую традицию нашего семинара пытаемся поддержать докладчика потом задаем вопросы а потом начинаем критиковать докладчика когда уже все ясно будет после вопросов вот я хотел бы сейчас дать слово тем кто в этом докладе увидел ну вот светлые мысли новые результаты которые перекликаются с его пониманием того что вот может быть действительно там от Гильбертов пространства надо переходить вот таким спинорном представлением о неработе там спекторами без там делителя нуля и так далее потому что это чисто абстракция математическая ну и сказать пару добрых слов о этом докладе Антолий Сергеевич вы наверное именно это и хотите сделать сейчас у меня возникла красивая идея из доклада что фактически автор строго показал что кроме кинетической потенциальной энергии есть структурная энергия с особыми точками и строго математически показалась квантовая задача вот это принципиальный фундаментальный результат на мой взгляд хорошо что я думаю вас это вдохновит что вот есть переключение да это значит мы должны переходить в феноменологии к структурной энергии и понимать что язык квантовой физики спиноров позволяет обосновать существование структурной энергии с принципиально особыми точками ну а то есть правильно ли что надо и уравнение Шриддингера и вообще всю квантовую механику переводить в этот матричный вид переходить на спиноры и где-то это формулирование квантовой механики должна вырваться вперед по сравнению с другими формулировками я потом скажу ладно я сказал то что мне понравилось хорошо еще кто-то хотел бы поддержать ну вот я от себя скажу потому что когда пришла работа ну во-первых я доверяю нашему докладчику потому что у него другие работы глубокие я понял что он нашел себе новую хорошую игрушку математическую разобрался в ней получил самосогласованные результаты и хотел бы с трудящимися поделиться этими результатами мне например очень симпатично то что он энергию связал с константой альфа через целые числа там вот это l и так далее это же все целые числа у него формули окончательные а это значит что казалось бы можно по спектрам энергетическим переходам уточнить уточнить константу альфа там что не 1,37 а до какого-то знака еще дальше дать или это не так вот докладчик может меня поправит но вот у меня сложилось впечатление что это мне дает возможность что-то уточнить но наставленный эксперимент и по константе альфа хорошо бы конечно если он переходит между энергетическими уровнями и вот конкретно расчет сделал до какого там порядка мы же знаем как мы спектр меряем с какой точностью с какой точностью можно было бы альф тогда через целые числа дать ну в принципе все выглядит симпатично он как математик может быть сейчас и не дает сразу приложение но тут и у Паули не было сразу идея была что вот разобраться в этой механике спиновой которой тогда еще не было ну вот мне кажется что с этими высшими моментами он некую ясность прияснил тем более что у него несколько своих именно уникальных идей когда вот он водил водил и с оператором Паули разобрался водил новую узловую точку когда вот надо оператором действовать и у вас кончаются состояния верхние ну потом автоматически и нижние также закончится чуть-чуть другая специфика чем в обычном формулировка в механике ну и видите он и какие-то подобрал новые функции там которые в общем так на дороге не валяются это надо направленных искать он увидел их там в учебнике этого не прочтешь и кто вот конкретно не занимался это трудно сразу вот оценить эту работу ну я думаю что если вот кому-то идея в голову зайдет самому поработать со спинорами в начале это все очень просто и там вот это все в виде алгебры проверяется а потом когда уже вкус появится к этой задаче ну действительно можно уже и выходить на какие-то новые уравнения и сравнивать их со тем что вот предлагается автором там три уравнения одно выпадает как всегда это одно связка с двумя работаем получаем какие-то разумные приближения ну не знаю так все выглядит очень симпатично в первом приближении а дальше понятно если вы не считали первого то трудно сейчас сразу рассказать что вот здесь ошибка или нет ну вы это опубликовали уже где-то не опубликовал нет еще нет не ну вам тогда кроме на я даже не знаю тогда как вас выкладывать в это в ютуб если вы не опубликовали ничего страшного ну хорошо если вы добро даете ну давайте вы хотя бы ну ладно у нас на сайте на русском языке прямо положите в архив то есть это прием такой вы даете на английском фамилию и так далее и аннотацию а потом текст даете русский ну и они иногда соглашаются и пропускают чтобы это лежало за вашей фамилией ну почему потому что интересно у многих к этим спинам вышивших из воды смотрите тут чтобы это чтобы не сожрели ваши результаты потому что они интересные они физические тем более они такой же утрепещущей темы как атом водорода никто мимо него еще не прошел из великих людей я могу сказать еще одну такую задачу ну вот есть книжка набу кварки где написано что там ну клоны состоят там из двух кварков и антикварк видел ли кто-нибудь хоть какую-то начальную так сказать заготовку где действительно рассматривалось три да каждый кварк это спинор N2 каждый кварк видел ли кто-нибудь систему хотя бы начало работы системы из трех спинорных частиц вот атом водорода две спинорные частицы а вот там три спинорные частицы странность не странность это уже так сказать другое другое дело вот а три спинорные частицы то есть люди хорошо научились работать с собственными значениями а вот собственными функциями очень большой очень большая проблема вот это началось еще с сложения моментов одно дело правило сложения там ну собственных значений там моментов и другое дело какие соответствуют функции ну вот ну ладно все то есть вот задача задача на будущее это описание трех кварков ну да это челлендж такой как вот эта мозаика складывается из трех кварков причем ее не расщепить но она есть и это вы делаете как я понимаю все для очень высоких плотностей энергетических но нигде вот метрика пространства если мы считаем что она кривое евклидово но не вклинивается никаких там новых функций там метрических у вас нет то есть вам это принципиально что евклидово пространство во всех матрицах паули и их обобщениях на высшие спины ну здесь в чем дело локально любое пространство локально с малым бесконечно малым оно всегда евклидово локально нет нет ну вы же не точку поворачиваете а вы поворачиваете целое пространство спинор это все таки ну его нельзя как точку это какое-то полевое распределение вращаться перестанет если там евклидово нарушить вот мне так кажется что евклидовость она как раз выскакивает из того чтобы сохранялись законы движения в пространстве оно должно быть изотропным у него должно быть однородным кривизна как минимум либо положительная либо отрицательная либо нулевая евклидово а если от этого отказаться ну таки момент обычный ну или импульс нарушается а уж тем более момент импульса тоже нарушается в незнародном пространстве я думаю это бы ничего бы не работало если бы не было евклидовости мне кажется это если вот ваша вся теория верна а я думаю что ну естественно она же самопроверяемая там где-то доля истины есть конечно можно что-то там еще дотянуть до следующего уровня понимания то здесь конечно она как бы подтверждает евклидовость вот гильбертово пространство который с которым вы сравниваете вектор не вектор вот вот ваш состояние спиновое ну не знаю мне кажется это вещи очень-очень связанные потому как если отказаться от векторности в смысле от евклидовости для векторов трехмерных то выяснится что вектор вообще можно только четырехмерном пространстве вводить вроде как и не бывает векторов ну и второй момент это ведь вашу теорию каким-то образом раз вы так продвинулись с этими поворотами уже можно как-то применить теорию кватернионов то есть это далеко от вас или нет нет кватернионы это паули это матрица паули ну конечно да конечно у вас как раз будет ну я не знаю там сумма вот этих матриц паули будет партнерные поля все описывать я бы вам советовал вот так ладно ефремова посмотрите его квантовую механику он у нас был ну найдете повыше там ефремов рассказывал квантовую механику через партнерные поля и возможно будет перекличка каких-то идей и тогда вот ваш аппарат ляжет на его партнерную физику ну она тоже очень хитрая она же позволяет гравитацию описать то есть уравнение шлейнов там вот это все поднять заново можно выйти на релятивистскую физику гравитационных полей через квартарнионный физик который в основе всего лежит и вы тут разберетесь первым поскольку вы гравитацию лучше многих из нас понимаете ну посмотрите ну хорошо спасибо потом у нас еще был докладчик из МАИ как же вот я его фамилию забыл по спинам в релятивистской физике он делал такой доклад у него и публикация хорошая ну вот он тоже про релятивистские спины рассказывал чуть дальше от вас потому что он там сразу работал там с сравнениями с геодезикой ну тем не менее тема для нашего семинара она актуальна и за докладом ну конечно интересно нам всем я не знаю вот сейчас у людей какие-то вопросы возможно будут давайте послушаем как вопросы будут задаваться постарайтесь на них ответить а кто-то хотел бы сейчас спросить автора я бы хотел кратко тоже свою высказать поддержку положительное мнение Дмитрий Евгеньевич такой доклад вы очень добротный и такой момент в конце замечания меня тоже как-то немножко порадовало это то что ощущение что такие вещи должны были быть сделаны много десятилетий назад я сам пару раз в своих исследованиях сталкивался с этим какой-то вопрос кажется что он давно должен был быть уже решен исследован начинаешь искать по литературе и выясняется что это не сделано и начинаешь этим заниматься и там действительно бывают очень интересные вещи находишь мимо которых прошли то есть видимо все думают что это как бы вопрос закрыт занимаются в основном модными направлениями а вот это очень ценно что вот такие пропущенные как бы тропы науки исследуются исследуются в общем на хорошем уровне так основательно мне очень доклад понравился спасибо спасибо кто-то еще хотел бы как-то прокомментировать ну или вопрос задать время вопроса началось антон что это но никто не запрещает моделировать модели никогда не но надо говорить в рамках какой гипотезы все строится четко говорить в рамках каких гипотез получен хороший результат а если человек умалчивает исходная гипотеза это немножко нехорошо не почему он сказал что границы своей модели прибит гвоздями в периоде да уровне ни механики ни квантовой не работают поэтому я сразу если бы мы продолжили модель мы должны получать бесконечную сложность данных спиноров то есть обязательно должна быть изменчивая ситуация то есть у вас спектр всевозможных спиноров не должен заканчиваться конечной модели мне так кажется вот я просто о том что гипотеза квантовой физики о стационарном состоянии это сильная гипотеза для эволюции неприменима по крайней мере но необходимость в рамках этой гипотезы работать развивать аппарат совершенно правильная я просто против этой считаю что это очень ограниченная гипотеза принята в квантовой физике у Ландау она говорена рамками эргодической гипотезы есть частный случай а эргодических систем практически нет и вот квантовая физика в этой маленькой частной задачи Лоренский так и сказал инконгруэнция не сохраняются интегралы движения точно но это частный случай когда интеграл сходится да имеем право рассматривать задачи математики а разрешил эти задачи которые вы поставили каждый автор делает что-то свое и каждый что-то продвигается я буду делать доклад о своих моделях но это не исключает если взять эволюционизм есть программа существующей генетики марковский процесс есть программа изменчивой информации обязательно должно возникать новые колебания и новые структуры и это другой процесс эволюционный и вот современная физика была ограничена именно уже системами состоящими гармонии вот например Гореев Ахмед Гореев сейчас показал все уравнения Фридмана Эйнштейна Дирака это частный случай когда есть решение по золотой пропорции но что вы в этой частной задачке все время ковыряетесь другое дело что мы видели и в этой частной задачке можно получить смотрите какие красивые результаты так что и то и другое имеют право ну хорошо частная задача которую решил в свое время в 1926 году Шрёдингер она не только разъяснила наблюдаемые ну формулу Бальнера в спектре водорода но и указала путь куда нужно двигаться для ну объяснения спектроскопических данных конечно да он рассматривал стационарную модель хотя наблюдается именно переходы всему свое время нельзя сделать все сразу делается с этим я согласен ну нет хороший результат вы получили безусловно ну просто оговорите исходную постулату нет ну давайте так Дирак говорил сам вот Дирак что любая модель это карикатура на природу ну что вот требуется от человека про эволюцию там вот эти слова и так далее он честно математически рассчитывает вот то что рассчитывается то что спинорная математика позволяет сделать ну конечно увидим дальше как эволюция идет там по сложному сценарию но это вот следующего уровня приближения и дай бог чтобы кто-то из нас их одолел не уверен на самом деле что это так просто не уверен за всеми этими хорошими эволюционными гипотезами такой стройной физики ну никто не нарисовал ну что мы будем от докладчика от каждого докладчика буквально требуется одна и то же то что сделал вот за это большое спасибо ведь он нас ввел в новый мир мы как бы все уперлись в эти матрицы Пауля у второго ранга ну и привет и вот и вся матричная матричная квантовая механика вроде на них а потом пошло еще там 10 формулировок интегралы по траекториям там диаграммы начались конечно все это забыли и то что могли бы сделать 30-е годы вот до сих пор так и не довели да я думаю в других формулировках очень много еще таких непознанных блоков и дай бог когда вот когда мы их все поймем вот тогда у нас будет там не 20 формулировок квантовой механики одна но хорошая ну вот этот маленький но это шаг на путь вот к той одной хорошей квантовой механики и может быть надо действительно будет строить не в Гильбертовых полях как пространство каких-то других чем мы уперлись все что вот у нас там пространство-время и все по Гильберту отнюдь совсем не обязательно ну вот нам демонстрируют что можно проверяемые предсказания ну на основе тоже красивой математики но другой да а кто же против посмотрим что выиграет еще вот есть может быть тогда уже критики можно переходить если у кого-то она есть пока народ собирается с мыслями я все-таки по другим работам хотел бы вернуться к предыдущему докладу Дмитрий Евгеньевич вот смотрите у вас все-таки ключевая мысль в том докладе да и во всех других что при вариации действия мы всегда тензор энергии импульса должны получить на любым это же смысл вариационно нет неправильно не обязательно ну давайте а каким значит весь вопрос почему мы варьируем если мы варьируем по всем компонентам метрического тензора по всем компонентам мы получаем уравнение Эйнштейна если мы хотим включить уравнение Эйнштейна все вариации мы должны приравнять к нулю вот вот утверждение определенное не не по нулевым компонентам уже 0 0 проварьировали ну например без действия электромагнитное мы там если проварьируем по всем компонентам Мы получим тензор энергии импульса электромагнитного поля, далеко не нулевой, получим реальный, который он здесь проварьировал. А вот приравняв вариации действия Гильберта по всем компонентам, ну вернее по всем компонентам, мы получим тензор энергии импульса гравитационного поля, но приравняв к нулю мы получим уравнение Эйнштейна. Значит уравнение Эйнштейна это есть, все системы удовлетворяющие уравнение Эйнштейна имеют нулевой тензор энергии импульса, не имеют ни потока энергии, ни гравитационные волны Эйнштейновские, которые Эйнштейн описал, он бесконечно мало. Все энергии это уже квадратичные, и энергия поток это квадратичные конструкции. В линейном приближении они все равны нулю. Ну вот смотрите, я же не против, я просто пытаюсь понять вашу позицию, как вы это дело интерпретируете. То есть если мы варьируем, ну в механическом домене, сейчас электродинамику брать не будем, по компонентам метрического тензора, по определению мы получаем после вариации тензор энергии импульса, и с большим удивлением там видим, что сумма всех его там, ну если в граждане там засунулся, что можно и поля, и массы, должно быть равно нулю. То есть в принципе у нас... Нет, нет, это уже, так сказать, это уже постулат в общей теории относительности. Если мы, как говорится, ну считаем, что мир обязательно подчиняется общей теории относительности, то да. Но вот как раз мы видим, что он не подчиняется общей теории. А подождите, а вот я хочу все-таки подчинить. По-моему противоречия-то нет. Да, хороший нолик получили, он к варианту, там можно преобразовывать систему координат, опять же тензор ноль получили. То есть речь-то идет о том, что мы проварьировали действия, в которых нет ни диссипации, ничего. И по сути мы сидим в тензоре энергии импульса для геодезических состояний плотностей этого тензора. А в геодезике Энштейн же говорил, падаешь в лифте, вообще ничего нет. Никаких плотностей наблюдателя не окружает. Нет ни плотности импульса, ну в лифте, когда падает наблюдатель, плотности импульса нет, плотности энергии нет, нолик чистый. И по-моему вот это как раз идея того, что подтверждается в эксперименте то, что вот вы говорите, что нолик должен быть. И как с этим бороться? Так с этим не надо бороться, это надо признать, что для геодезического состояния плотности энергии импульса и должен быть для плотности именно нолик в каждой точке поля. Другое дело, что если мы там начали с геодезической слеза, как-то упираемся за счет сторонних сил, вот у нас инерция появляется, они там начинают больно бить, у них там масса этих сил, ну и так далее. Ну и тут возникает, что мы вот этот ноль каким-то особым образом должны расщепить на наблюдаемые потоки энергии, скажем термальные, которые ударяют, ну и на какие-то там вакуумные или эфирные ненаблюдаемые. И тогда получается вот этот баланс инь-янь, китайский чисто, что сумма-то как была ноль, так и осталась, но в этой сумме надо уметь грамотно выделить то, что мы измеряем и наблюдаем, и то, что осталось за кадром. А стартовать всегда надо с нуля. Вот эта инь-янь философия, она работает у Эйнштейна. Ну вот я как-то к этому хочу подвести. Каждая из этих ситуаций выпутывается по-своему, но раз уж вы это нас подвели к этому, что, ну вот, я хотел понять, а как вы на это дело смотрите и выпутываетесь? Как у вас ненулевые плотности массы появляются? Ненулевые. Вот самая классическая, простейшая задача общей теории относительности с одной динамической переменной. Однородное расширение пространства. Вот ее решил Фридман, ну он более сложную решил, но из него следует Фридман. Она одна переменная, там масштаб мира меняется. Вот Фридману пришлось, так как он исходил из уравнения Эйнштейна, чтобы, то есть если бы он просто все вариации приравнял к нулю, у него бы никакой динамики не было. Он вынужден был ввести какое-то вещество, которое потом приросло в темную энергию. Вот темную, нет ее, никто не наблюдал темную энергию. Наблюдает расхождение, наблюдает скорость расширения Вселенной, ну по хэбловскому, по хэбловской константе. И плотность, оценивая астрофизиками, астрономами, плотность звезд, плотность вещества, плотность нейтрина, чего там только не учитывая. В 25 раз не сходится. Ошибка с наблюдаемым в 25 раз. О чем еще может быть интерес? А мы скажем, что вот эти 75 или сколько там? На процентах, да, это вот темная энергия. Эти проценты – это темная энергия. О, решение проблемы. Даже это физика, это не физика. Ну хорошо, я с вами согласен. А вот темную материю вы идею поддерживаете или вы как-то вот с удовлением на это смотрите? Нет, не темная энергия. Темная энергия – это завихрение в наших мозгах. А материя – это разные вещи все-таки. А материя – это разные. Темная материя – это в спиральных галактиках. Есть еще более смешной вопрос. Ладно, в спиральных галактиках там замеряют скорости вращения, и они тоже не сходятся с задачами, ну, с законами равновесия. Равновесных таких, квази-равновесных систем. Вот. Давно должны были разлететься. Есть еще более смешная задача. Там, сферические галактики. Как они? Почему они держатся? То есть, если бы были верны уравнения Эйнштейна, они бы все давно схлопнули, все эти сферические галактики. И у вас какой ответ на это? Ответ был. Нужно решать не уравнение Эйнштейна, а решать уравнение, которое получается из действия Гильберта, вариации по тем переменным, которые есть в данной задаче. Вот и все. Уравнение столько же, сколько переменных. И тогда не надо вносить никакой ни темной материи, ни темной энергии. Ничего этого не надо делать. Просто вот такое слепое требование обязательно должно выполниться уравнение Эйнштейна. Оно и приводит ко всем этим парадоксам, которые затыкаются вот такими средневековыми методами. Темная материя. Ну да, мы будем с этим разбираться обязательно. Потому что, на самом деле, никакого, конечно, гравитационного коллапса нет в той же Солнечной системе 4 миллиарда лет. Да и в этих сферических галактиках, модель космологическая должна быть либо стационарной, либо пульсирующей. Как это еще Кант сказал. У него космология Канта устойчива. Но есть пульсации туда-сюда периодически. Мы в лаборатории это видим, что любая энергетическая замкнутая система, ну, головном, она пульсирует. И ради бога, если не излучает. А коллапсы возникают только за счет радиационных потерь. Вот тогда там что-то может сжиматься. А если этого нет, обмена, то система в точку, конечно, не стягивается. Она, та же Солнечная система, она же в точку не стягивается. Это же глупо как-то говорить, что 4 миллиарда или сколько это. Ну, вот, поэтому все, конечно, надо по-другому уметь интерпретировать. И, безусловно, без всяких этих темных фракций, что говорит, я бы сказал, не хочет слова сильные употреблять насчет гравитационной физики. Потому что, ну, тем не менее, вот твердотельщики бы никогда не вели понятие темной материи, если у них там что-то концы с концами там на входе и выходе не сходится. Ну, по-другому. Все бы засмеяли бы. А здесь нет, здесь как-то приняли, что вот, ну, не получается у тебя Ньютона. Потому что Эйнштейн сказал. Да нет, там даже не Эйнштейн, Ньютон же тоже сказал, что все падает и в точку соберется. А тепловая смерть от Ньютона пришла. Ее никакой нет. А как нет? Тепловая смерть – это уже XIX век, это энтропия. Ну, хорошо, да. Но все равно по Ньютону все равно. Уравнения – это Ньютоновские. Вот Харитонов скажет, что там не только количественные должны быть характеристики, но и структурные, качественные. А все это начиналось с того, что энтропия только должна расти, как Ландау считал. И он совершенно не допускал мысли, что энтропия может и уменьшаться. Он даже мысли запрещал. На самом деле идет структуризация, самоорганизация и структурные изменения. Не только динамический рост какой-то, а и структурные преобразования. То есть новой переменной надо владеть. Ну, вот здесь это как раз Харитонов согласен. А самоорганизация, ну, она и приводит вот к этим масштабным вихрям самоорганизации. Вот как косяк рыбы собирается в какой-то хоровод или птицы, идет самоорганизация. И в неживой материи то же самое. Вся эта метрическая любая система – это самоорганизация по законам среды. Мы задали метрику между точками, задали движение всего. А там дальше это либо пульсирует, либо двигает, но никак не в точку не сянется энергия вся. То есть вот от этой идеи коллапса, надо вообще отказаться. Потому что бросая камень на центр полевой, мы обязательно его обратно получим. Потом он вернется. То есть это пульсации туда-сюда идут. А не так, что все точки собираются. Изначально даже Нинштейн ошибся с его уравнением. Хотя я бы от уравнения Нинштейна хромольно говорить такую вещь геройтологам. Но я бы, конечно, я там не вижу 10 независимых уравнений. Я вижу только 4 уравнения. И не случайно, что это не является переменной варьирования 10 компонентов метрического тензора. Координаты только являются. Потому что еще метрический тензор надо потом по координатам, по 4 проварьировать. И останется всего 4 лагранжевых уравнения движения, независимых. И то, при том условии, что время-то адаптивный параметр. Потом из 4 уравнений движения выяснится, что 4 временное оно не нужно. Сверху проводим по 3 координатам, получаем это 4 уравнение. Ну, неважно. То есть уравнение Нинштейна его все восхваляют. Видимо, от того, что не понимают физики, которая за этим уравнением стоит. А вот мне кажется, что вы как раз вот это понимаете, что там что-то не в порядке с этим делом. И надо как-то от него побыстрее переходить в 4 лагранжевом уравнению. И, кстати, уравнение для силы, вы обратили внимание, Дмитрий Евгеньевич, там же стоят только 4 компонента метрического тензора. Помните, там G0, G0 и 4 компонента уравнения для силы. Там же вот эти G и G, то есть там метрика трехмерного пространства никак не влияет. Кривое, но плоское уравнение для силы, для ускорения, когда вот он пишет. Там только вот это то, что со временем связано с нулевой компонентой метрического тензора. И это не случайно, что динамика, она векторная. То есть вся гравитация, она построена по тому же векторному сценарию, как электродинамика. А иначе бы их объединить было невозможно. Если гравитационные силы были бы тензорными, а электродинамически векторными, то все бы развалилось бы. Они должны одну и ту же природу иметь. Он еще в 2000 году написал где-то, как проверить векторные законы о векторном гравитации. До сих пор ее читают, присылают мне вопросы. Вот не знаю, а вы все-таки сторонник векторной теории движения гравитации или тензорной законы? Как вы? В частности, у меня есть такая тоненькая монография «Векторная теория гравитации». О, здорово. Вот, ну, она, так сказать, довольно недоработана, но так или иначе есть. Больше того. Больше того. Ну, вот, у меня так первая статья из всей этой области, это УФМ 2004 год, там абсолютное пространство работы Нильса Бьорна, там гравитация как раз вводится через векторное поле. Ну, это такая сказочка, которую я придумал, опубликовал, потому что никто не хочет печатать что-то, что не согласуется с общей теорией относительности. Ну, в 2004 году все-таки Виталий Лазаревич Гинсбург, он, ну, можно сказать, даже в восторг у некоторых пришел вот от этой статьи. Обязательно, обязательно публикуйте, пишите. Здесь я вижу, это он мне письмо писал. Вот. Ну, это была выдуманная сказочка, ее, так сказать, про норвежского учителя физики Нильса Бьорна, который вот разработал, исходя тоже из принципа эквивалентности. То есть он принцип эквивалентности описал в виде поля скоростей. Некто. Ну, и дальше фактически вывел все следствия общей теории относительности. Но оказалось, что его не было. Этого Нильса Бьорна. Ну, понятно. А Дмитрий Евгеньевич? Тут раздули там. Ага, он обманул Гинсбурга, он предатель там. Ну, понятно. Вы знаете, ну, я здесь по-любому... Виталий Лазаревич, не Михаил Лазаревич, а Виталий Лазаревич. Виталий Лазаревич, а я сказал Михаил, что ли? Да. Ну, нет. Вроде Виталий. Ну, ладно, смотрите, здесь я все-таки вас готов поддержать, потому что надо различать. Если речь идет о движении тела во внешнем гравитационном поле, вот оно уже сформировалось по каким-то законам, и мы бросили туда пробное тело, то оно движется, конечно, по векторным законам. Это геодезические уравнения, они векторные, 14-й год. И тут вопрос никаких нет, и путаться не надо. А вот само вот это поле, там, ну, в системе какой-то, например, в системе, в солнечной системе, где элементы движутся, и формируется самосогласованное поле. Идет самоорганизация, когда системы, оно как раз по тензорным законам, по тензорным законам среды, где тензорное напряжение приводит, ну, тоже к геодезике векторных смещений. То есть там, как бы вот тензор напряжения, ну, вот типа тензора напряжения Максвелла, он же четырехкомпонентный тензор, он все равно приводит к векторным силам для электродинамической среды. И то же самое у гравитации, в Эншейновской. Там можно вот эти тензор энергии, стресса напряжения дать, потом взять его дивергенцию и получим силу. Ну, и ради бога. То есть это разные вещи. Одно дело движение, гравитационное движение во внешнем поле, уже у тела, у массы какой-то пробной. А другое дело самоорганизация плотностей самого гравитационного поля. Оно уже как раз по тензорным законам. Поэтому и то, и то. Самоорганизация идет по тензорным законам, а движение пробного тела, которое мы измеряем, мы же самоорганизацию не измеряем, движение пробного тела мы измеряем локально. А сама организация найдет не локально, а во всем пространстве. Ее не измеришь. Потому что наблюдатель, он всегда локально с линейки сидит в одном месте. Померить можем векторное смещение пробных сил. По ним восстановить напряженность поля. Но это поле 4 миллиарда лет или когда сформировалось по тензорным законам напряжения. Тут все на свои места встает. То есть тут, ну, чтобы не путаться, казалось бы. Ну, а насчет вот того, что люди придумывают там темную материю, не знаю. Сейчас бодаюсь вот с вестником, это не вестник, это, да, вестником ГУ, физиком-математиком. Посмотрим, что ответит. Апелляцию подал. Пытаюсь от темной материи освободить все это дело в обычной галактике спиральной. Ничего там нет. Там надо по Эйнштейну брать геодезическое движение в четырех потенциалах. Не в одном потенциале, как у Ньютона. Ведь темная материя получила, что мы пытаемся смоделировать движение. Ньютоновский потенциал плюс темная материя. А движение, оно, вам должно ли уж это взять, оно в четырех потенциалах, как в электродинамике. Там гиромагнитные силы есть, которые тоже дают векторный потенциал. Сила Лоренца с этими. Но это все есть. Я не понимаю, оно с 2014 года ничего не изменилось. Силу Лоренца уже никто не отменял в гравитации. Поля лензотиринга в 2018 году уже все было. Потом промерено Гравити-проб B. Вот чего упираться? Нет, возвращается в какой-то каменный век, Ньютоновский, и эти вихревые поля, силу Лоренца буквально, гравимагнитные, начинают моделировать с помощью темной материи. Но, естественно, это ничего, кроме удивления, не вызывает. Ну, закончу там, когда свои бодания. Посмотрим, я им там апелляцию написал, они ответить не могут больше месяца. Ньютон же не в каменном веке. Ага, ну хорошо, я вот... В 17-м. Ну ладно, я погорячился, конечно, это не каменный век. Но для нас, я вообще вот на семинаре Ньютона люблю критиковать, хотя я дань уважения даю, но это полиатив некий промежуточный между Птоломеем, скажем, и Эйнштейном. Не более того, но мы как-то зациклили, что вот он только по Ньютону живет. Ничего подобного. Квантовая механика нас лишила иллюзий. Мир, на самом деле, устроен не по Ньютону, а скорее вот по квантовой механике, по нелокальному сценарию, по Пригожину, по самоорганизации. Везде, где... Но сверяем квантовую механику все время по наблюдаемому Ньютоновству. Нет, нет, там, конечно, наблюдения все проходят, вот, когда есть внешняя сила и измеряемая частица, всегда Ньютон. А когда эту частицу дать ей свободу, она, туннельные все переходы делает не по Ньютону, а так, как считает целесообразным. Понимаете? Она уже Ньютону, самоорганизация там частицы одной, не подчиняется. Так это не только одной, а когда их конгломерат этих частиц, когда их много, вот ваши спиноры, квантовые, они тоже Ньютону не подчиняются. Они сами решают, как им там крутиться друг вокруг друга, ну, так, чтобы сохранялась полная энергия вот этой системы, которую мы называем атомоводородой или что-то еще, или протон отдельный. То есть поля сами принимают решение, там, внешняя сила, она действует на объект, но она не действует на плотность энергии. Плотности и по другим законам движется. Поэтому я говорю, что гидродинамика Эйлера, она категорически неприменима, потому что она на идеях Ньютона сформирована, а к среде эти идеи неприменимы. То есть две модели, либо корпускулы и их взаимодействие, либо среда, как одна частица, вот вся среда. Ну вот, и в этих моделях совершенно... Вообще говоря, уровня имя Эйлера, там, при конструировании кораблей. Ну да, все неправильно, вот я и говорю. Конечно, оно вихрение описывает, оно линейные еще движения, там, напор воды описывает, худо-бедно, потому что это давление частиц в лоб. А вот все эти завихрения, оттуда и темная материя пошла из завихрений. То есть механика Ньютона и Эйлера, соответственно, что это одно и то же, или просто точечные частицы, которые долбят как стенку молекулы газа. Но никаких вихрей у Ньютона нет, естественно. Это у Декарта были. И поэтому приходится вращающуюся галактику вихревую не по законам каким-то вот Эйнштейна описывать, где есть вихревая сила, там ничего в геодезике вихревая сила присутствует. А по законам Ньютона плюс темная материя. И нам вот это все вот выдают за чистую монету, причем люди же на этом академиками становятся. Вот так вот. Ну хорошо, ладно. Давайте тогда вот выйдите, пожалуйста, из презентации вашей, поскольку по ней больше вопросов. Ну и, пожалуйста, если какие-то еще дополнительные комментарии, Дмитрия Евгеньевича можно спрашивать по любой теме. Вот понимаете, он преподаватель, он физику понимает по любой теме. Если у вас что-то где-то наболело, он вам сейчас ответит. Так как он студентов учет много лет. Ольга Алексеевна? Конечно, нет. Ну, конечно, да. Ольга Алексеевна, спрашивайте, проверим. У меня просто вопрос. Вот как бы вот эти решения и уравнения для атома водорода, они, может быть, изоморфны каким-то алгебраическим процессом или операциям со спинорами. Но, скажем, когда это не атом водорода, более сложная система, то есть получается, что уже неразрешимы такие системы. Вот что позволяет ваша спинорная техника, в смысле решение, скажем, других задач, более сложных конструкций, где не только два тела, а там, допустим, одно прибитое, а что-то там, ну, три тела, допустим. Ну, я что отвечу. Даже решение вот спиноров, ну, вот задачи спинорной, которую Дарвину в 28-м году, уравнение Герак, она требует довольно больших вычислений. Сейчас назрела физике серьезная проблема. Проблема использования компьютерной математики. Все, что я делаю, я делаю в пакете математик. Поэтому проверять нужно постановку задачи, а вот вычисления мои проверять не надо. Не я их делаю. Их делает математика. И, конечно... Да, это как бы оперирование с конечными объектами, насколько я понимаю. Нет, ну и даже... Даже, конечно, там, три тела, четыре тела, там, таблицы... Я не про то, а что, скажем, в любом случае решение у вас выглядит как оперирование с матрицами конечными. Ну, с матрицами... Конечным числом операций. Вот, скажем, решение специальных уравнений приблизённое, это всё-таки как бы его можно бесконечно улучшать, и всё-таки это оперирование с бесконечными объектами. Понимаете, вот классический... Вот эта задача атома водорода – это не просто какая-то задача. Это классическая задача. Это классический объект. И с удивлением, вот даже решая уравнение Шрейдингера, обычное, без всяких спиноров, там, удивляешься, что всё решается аналитически. Не численно, а аналитически решается. Ну, вот я решил задачу вот с двумя... Ну, в общем, со спинорами... Со спином единицы, то есть и ядро одна, вторая спин, и электрон одна, вторая. Вот. Там, конечно, все вот вычисления матричные, всё это только компьютер делал. Но решения, они, опять-таки, синус степени аналитические. Они простые, очень. Все решения, вот, это говорит о том, что объект, он какой-то вот атом водорода, он какой-то такой уникально простой фундаментальный объект. Вот что не сделаешь, всё решается аналитически. Мне не пришлось какие-то дифференциальные уравнения решать. Ну, хорошо, а если это будет не атом водорода, тогда что? Тогда уже приходится, да, в атоме гелия, там, уже приходится численные методы применять, приближённо решать. А в водороде всё решается, к удивлению, аналитически. Все дифференциальные уравнения, которые есть, все решаются аналитически. То есть поведение дифференциальных уравнений у вас как бы изоморфано вот этим матричным операциям со спинором. Нет, ну, матрица, она содержит, её элементы, какие-то функции, которые получаются из каких-то дифференциальных уравнений. Ну, вот я там приводил константы интегрирования. Но сами уравнения достаточно простые. Сами решения этих уравнений, они никакие не громоздкие. Это синусы и косинусы в каких-то степенях. Вот. То есть объект, видимо, он такой слишком классический. То есть задачу с гелием вот таким способом никак не решить? Нет. Дальше можно ставить задачу с гелием. Нужно ставить, да, и решать. У гелия есть плюс какой-то. Электрона два, они одинаковые. Это упрощение в задаче. Вот. То есть, естественно, так сказать, так вот чисто с ходу решаемых задач, это золотая копилка, так сказать, науки. Их очень мало, этих задач, которые решаются, точно аналитически. Вот наносится и уравнение Фейлингера. Можно ли утверждать, что ваша спинорная техника применима только там, где есть аналитические решения? Нет, нет, конечно. Нет. Ее нужно класть в фундамент модели, которые приходится по неволе решать численно. По неволе. Не то, что там. А формулировать нужно на уровне, да, когда вот пока речь с матрицами идет, конечного размера матрица, там ничего такого приближенного не надо. Но дифференциальные уравнения, они уже становятся сложными, когда много частиц, тут никуда не денешься. Но помогает ли, скажем, в численных методах вот эта вот ваша спинорная техника? Нет, она помогает формулировать задачу. Вообще в задаче, в любой задаче физической, больше процентов, наверное, я бы сказал, 75 сложностей, это формулировка задачи. И 25 процентов это ее решение. Так вот, если разложить. Поэтому это именно к формулировке задачи. А численные методы, да, они отрабатываются, конечно, уточняются там фантастические точности на современных компьютерах достигаются при численном решении. Вот, но это уже, так сказать, в предвиженном методе. Но прежде чем задачу решить, ее нужно сформулировать. Вот атом водорода, вот я сейчас вижу, вот сделав это, в 28-м году его не сумели правильно сформулировать. И в 32-м году не сумели правильно сформулировать. Ну, потому что ко всему нужны инструменты, которых в то время еще не было. То есть то, что сейчас не могут вообще рисовать, это означает, что неправильно поставлены задачи? Ну, нет, ну, вот смотрите. Ну, вот какой-нибудь какой-нибудь атом урана. Уран там 238. 238. Там 92 электрона и 238 там протонов нейтрона. Вот, конечно, когда такая сложная система, конечно, надеется на то, на то, что чего-то тут просто решится, конечно, нет. Но постепенно вырабатываются методы, приближенные методы, там, статистические методы. Вот модель Томаса ферми, там, атома, она уже статистическая, она тоже много дает информации. на самом деле людям не нужно все. Людям не нужно все знать до малейшей как ведет себя там какая-нибудь пылинка вот здесь. Здесь есть пылинка. Как она ведет, мне не важно. И вам, тем более. Но когда мы получаем решение численное, мы не понимаем, как оно устроено. Вот решение и все. Нет, его нужно понимать, его нужно понимать, конечно. Получить решение это один, а дальше его обязательно нужно анализировать, понимать, что из него следует. Вот из решения Фридмана поняли, что из него следует требование наличия темной энергии, которой нет, не наблюдает. Она наблюдается только в расхождении экспериментов с уравнениями с решениями Фридмана. Вот. И все, я не буду больше тратить. Дмитрий Евгеньевич, я вот тоже записался в очередь, я хочу вам не столько вопрос задать, сколько вот сформулировать. Справится ли ваша методика вот с такой задачей? Предположим, электрон беспротон в свободном состоянии, вы описываете его своей спинорной техникой. В одном состоянии это одна энергия, повышаете ранг спинора для того же электрона, там другая энергия, и вы получаете тогда уже энергию не электрона, там 500, сколько, энергии системы, энергии, не, а уже это пимизона, потом камизона и так далее. Получится у вас спектр такой вашей техники или нет? За счет спиноров и шахрангов, чтобы из одной частицы все лептоны заместить за счет числа спиноров. Вы же можете и задачу двух, у вас же там есть античастица, электрон и позитрон рассмотреть, вот тоже их атом, по сути, аннигиляцию, возбуждение от этой системы на высшие спины энергетический спектр вы можете через целые числа там константалько у вас посчитать. Может быть вы как-то сможете подойти к разгадке через пинорное состояние тайны вот массы электронов, потом массы я не знаю пи, к и флот гиперонов. Или эта система не дает ничего? Нет, нет, конечно, для того, чтобы описать, ну, например, позитроний, электронный позитрон, две спинорных частицы, конечно, обязательно нужно использовать эту технику. Ну, и могу сказать, что вот в очереди задач, которые у меня лежат, эта задача лежит. Но одно дело, она лежит в очереди, а другое дело, вы у меня спрашиваете ответ. Ответа пока еще нет. Ну, у вас не последний доклад, вы нам, может быть, когда решения будут, расскажете. И вот особенно не только позитроний, а вот даже с одним электроном, если его там закрутить выше спины, даст он там близкий к измеряемому спектр массы лептонной. потому что слишком уж много этих частиц, не верю я, скорее всего, это разные состояния одной и той частицы, которая в минимуме скатывается до массы электрона, там, 511 киловолитрон-вольт, а дальше закрутили, но вам для этого надо не только же массу, надо еще вводить заряд, потому что электромагнитные поля здесь тоже подключаются к этим спиновым состояниям, надо, чтобы как-то правило учитывалось в плантовании по Заммерфельду в этих состояниях, не знаю, тут еще дополнять надо эту теорию, ну, во-первых, к массе надо заряд добавить, потому что это тоже энергия какие-то, если это все вместе, токи какие-то должны быть не только массы, но электромагнитные, ну, вот, ну, не знаю, вот, как-то это интересно, может быть, богатая физика, на это почитать. Что бы я вот сказал на ваше вот это замечание, мне кажется, здесь подходит цитата Ньютона, когда уже вените славы, будете президентом Академии наук, его спросили, там, вот как вы себя представляете, он говорит, я себе представляюсь мальчиком, который на берегу океана собирает красивые ракушки и камни, вот, устройство солнечной системы, это красивый камушек, и радуюсь, когда нахожу, а передо мной расстилается океан неизведанного, вот вы задаете вопросы из этого океана неизведанного, там уйма вопроса. Ну, кто-то еще хотел бы как-то сказать, высказаться вообще по докладу к тому, что мы, видимо, будем завершать, ну, а тогда ваше, так сказать, заключительное резюме, там планы, и, может быть, в следующем семестре вы скажете, что доклад, возможно, можно еще сделалось. Нет, я думаю, что скоро я еще один доклад сделаю, ну, кстати, вот вы тут сказали, что я вроде занимался динамикой пространства, и вдруг какая-то другая, не другая, моя, я сел на эту тему, потому что хотел описать спиноры в расширяющемся пространстве, как спиноры проходят, как сингулярность, сингулярность с моей точки зрения, пока она не отвергнута в физике, и пока она не отвергнута, она должна быть изучена, как ее проходят фотоны, это я уже знаю, как ее проходят вот электроны, этого я не знаю, и поэтому я вот занялся этими спинорными вещами. Ну, хорошо, здорово, пожелаю вам успеха здесь, потому что, в общем, проглядывается этот путь, ну, вы подхватите то, что там у Васильева в литературе, ну, просто его Васильева, Михаила Васильева набираете, сотрудники ФИАМ, и у него там сразу список литературы будет, то, что он публиковал, можно посмотреть, а кроме того, посмотреть, какие там доклады у них были, он руководитель семинара по пятницам по терфизике, и там все перечислены, у нас на сайте порядка пяти семинаров таких, которые регистрируют своих участников, ну, и там уже новые фамилии подхватите, кто тоже по вот этим, он же не один там, кто по спинам высших рангов делал доклады. Ну, хорошо, всем тогда большое спасибо, и в первую очередь докладчику, желаю вам всего хорошего, у нас следующий доклад Клюшина будет, вот он сегодня был, сейчас уже отключился, через неделю встречаемся. До свидания. Все, все хорошее всем. До свидания, до встречи на семинаре Владимирова. Субтитры создавал DimaTorzok